Уважаемые коллеги, дорогие учащиеся, мне сегодня особенно приятно быть здесь на презентации этой книги, потому что я с глубоким уважением, почтением отношусь к Анатолию Владимировичу. В каждом городе, наверное, есть такой энтузиаст, который занимается историей города, такой краевец, большой буквы. И вот вашему городу тоже повезло, что в вашем городе, в Рослободске, есть такой замечательный человек. Вот только сейчас были произнесены очень такие красивые слова, высокие про краеведение, про важность местной истории для малого города, для района. Но все они останутся пустыми словами, красивыми пустыми словами, если такого человека в городе нет, как Анатолий Владимирович. И он проделал действительно очень большую работу по собирательству тех бесценных крупиц, которые, может быть, затерялись бы в нашей большой истории, в нашей очень такой тяжелой, непростой отечественной истории. Но все это он смог найти и как-то зафиксировать. И без вот этой работы собирательской, конечно, большой истории, такой отечественной истории не может быть. Потому что очень часто историки трасятся на труды людей, которые живут где-то в районных центрах, в малых городах. И начинается какое-то исследование с того, что краеведы собрали и представили на сегодняшний день. И вот по городу Краснодаровск, как раз такая работа, очень большая, была проделана Анатолием Владимировичем. Но этого, конечно, мало. Одних энтузиастов мало для того, чтобы город как-то возродился и почувствовал себя настоящим городом, а не каким-то рабочим поселком, не поселком городского типа. Ну вот сейчас наша власть занимается спортом. Когда ей надоест заниматься спортом? Видимо, это будет скоро. То она обратится к другим проблемам, более насущим для жителей нашей страны. В нашей стране это еще 100 городов. Больше половины это города малые. В них, конечно, уже очень мало населения осталось. Но все-таки по списку, по количеству преобладают малые города. Они испытывают колоссальные проблемы сейчас. Я об этом говорил и в Краснодаровске, и в Севникове. В течение этого и прошлого года мы довольно много ездили по этим городам. И в Ардатах, по-моему, я выступал с этим же вопросом, очень серьезным для районных центров и малогородов. Вот этот тип поселений находится у нас в такой вот страшном кризисе. Экономическом, социальном, культурном. Такой системный кризис, который охватил все малые поселения в нашей стране. Над многими вообще нависла угроза. Останутся ли они в статусе города или сольются они с районом. Потому что население убывает, экономики никакой нет. Люди занимаются чем угодно, только не какой-то городской деятельностью. Но какой-то программа по спасению малых городов, районных центров не разработана. К сожалению. Очень много городов за последние 25 лет, вот такие небольшие города, с населением от 20 до 60 тысяч людей, они исчезли. Это города, которые находятся на севере Европейской части, северный Урал, в Сибири. Там, где добывали что-то, такие моногорода. Их уже нету. То есть города стоят, дома, улицы, а людей там уже нет. Это порядка 50 таких поднаселенных культур. Ну, Мордовия находится в центре Европейской части России. Здесь другая ситуация, более многоприятная. Но все равно, какие-то программы должны быть разработаны, которые должны поддержать город. Чтобы Красноботск остался городом. Все-таки у Красноботска очень большая история. И современность неплохая. Но все-таки какие-то программы должны быть разработаны для малых городов и для малых городов республики, чтобы они остались вот такими полноценными населенными пунктами. Без истории город, это не город, а рабочий поселок. Если у населенного пункта, в котором 10-15 тысяч жителей, нет какой-то исторической части, недоспремечательностей, это уже не город. Это просто рабочий поселок. Поселок городского типа. Какой-то важной составляющей он не имеет. И для того, чтобы она была, в городе должны быть люди, которые занимаются этим целенаправленно. В вашем городе, вот, Анатолий Владимирович, целенаправленно занимается этой проблемой, очень серьезной. К сожалению, не все его начинания поддерживаются. Потому что возродить утраченное очень сложно, почти невозможно. Очень часто то, что говорит Анатолий Владимирович, другие краеведы кажутся такими благими пожеланиями. А вот хорошо бы, чтобы это было. Хорошо бы это возродить. А вот хорошо бы, чтобы вот это у нас появилось. Из того, что было в Сталину. Ну, как это сделать? Это очень затратно. И поэтому очень часто такие краеведы вспоминают чудаками, какими-то фантазерами, которые вспоминают прошлое, какое-то такое, золотой век города. И призывают к тому, чтобы самое лучшее из прошлого сохранилось. Ну, как это сделать? Это очень большая проблема. Не только Краснодарск. Не только нашей республики. А всей нашей страны утратывают такой интересной, красивой местной истории. Но я замечаю, что последние 3-4 года по многим регионам России какое-то оживление пробуждается интерес именно к малым городам. Конечно, это не во всех регионах происходит, но в некоторых регионах такое есть. Ну, наверное, ситуация такая, что вот такие столичные города, крупнейшие миллионники, они уже свое лицо получили, свое место в структуре нашей страны, как бы уже имеют прочное. Дальше на очереди города с населением полмиллиона. Ну, вот, типа Саранск или Пензе. Вот они свое лицо определяют последние 10 лет. Вот Саранск, свое лицо уже точно определяет. Это спорт, какие-то новации, это финногорская культура и так далее. Вот такая специфика у города. Но далеко не все города, такие полумиллионники, получили такую специфику. Вот наш столичный город Саранск такую специфику получил. Но последние несколько лет речь уже зашла о малых городах. Это бывшие уездные города, ныне районы-центры, которые тоже представляют для региона какой-то интерес, а может даже большой интерес. Вот посмотрим на Нижегородскую область. Как много строится, возрождается старины, православной старины, городской старины в Розамасе. Очень много возрождено. Очень много возрождено и в Аллатаре. Это район-центр Чувашии. Очень много сделано по возрождению старины в городце. Гороховец рассматривается одним из таких перспективных городов. И не только для туризма, потому что люди там живут. Им интересно, лишь в интересном городе, в красивом городе, такой со стариной, с какой-то культурой, а не в городе, где одни типовые дома и одни новостройки. И вот Нижегородская область и на право занимаются уже малыми городами, чтобы свой регион позиционировать полноценно. Есть вот столичный город, Нижний Новгород, есть крупные города, а есть и малые города, которые представляют очень большой интерес для всей России. Свои истории, прежде всего. Ну, конечно, истории. Они могут представить интерес туристический, какой-то паломнический, какой-то общий культурный интерес. Ну, может быть, будем надеяться, что какая-то программа, ну, типа, национального проекта будет связана с возрождением малых городов и какого-то внутреннего туризма. Ну, тогда, конечно, какой-то маршрут пройдет через Пензу, Саранск, Красноводск, темников на Деревеево и на Арзамас. На Нижний Новгород. Разумеется, какой-то такой вот интересный маршрут должен быть разработан и здесь Красноводск окажется задействованным в этой туристической системе, в системе обслуживания приезжающих людей. Ну, это, конечно, не главное. Главное, чтобы для горожан город стал более интересным. Мы видим, мы сейчас находимся в новой части города и тут собор построен и такое оживление, такое кипит жизнь, бурлит, может быть, даже. В год с бы выходной день, но я вижу такое оживление на улице и людей полно, которые будут спешат. Но если мы перейдем в историческую часть гор, там такое затишение наверняка. Сейчас не проезжали, но, скорее всего, там и людей-то немного. Как-то не кажется, это центром, но это центр-то, это и есть центр Красноводска, настоящего уездного русского города, Красной Слободы. Вот всем этим занимается Анатолий Владимирович. Это, конечно, очень нелегкая работа и, может быть, даже она заключается, ее сложно заключается только в том, что собрать весь этот исторический материал. но и для того, чтобы как-то донести до жителей города, до общественности, до власти городской, до власти республиканской, что все это представляет очень большую цель. Не только для ученых-краеведов, а для населения города, для горожан. Чтобы горожане чувствовали себя горожанами, им нужна вот такая интересная, красивая история. Ну, я хочу в заключении сказать, что книга, которая вышла, это плод работы автора Анатолия Владимировича и издателя Константин Ивановича Савкалина, который выпускает серию книг по городам, населенным пунктам нашей республики. И надо благодарить двух авторов за многую прекрасную книгу. Я думаю, что это будет не последняя их совместная работа, а середина пути, потому что у нас немало достопримечательностей республики Мордовия и немало еще работы для хривенков. Я хочу поздравить Анатолия Владимировича с этой прекрасной книгой. Поздравляю вас! Анатолия Владимировича